Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну так что мне вам сказать, Игорь Александрович? Ничего мне вам сказать У вас сегодня время в эфире 19.30 Ну ладно Так что ничего А вы знаете, что у вас там дверь закрыта? У вас в бумажке написано перевод в банк, а там у вас дверь закрыта Ну извините, это не наша проблема А чьи? Так что это наши проблемы, извините, кандидатские Нет, проблемы, пробки Ну это не серьезный разговор Я отвечаю за эфир предвыборный Мне почему-то вся команда кандидатская стоит в известность, кроме вас одного Главное не открою Можем поспорить, как у ООН Да я не буду своей спорти Ну че хотелось так? В прямом эфире Что Ага, ну Паскадий Михайлович, мудак полный Что он проворовавшись и чиновник Голосовать за нормальных людей нужно А именно За меня можно? Ну да Что я тогда CD-плеер себе посмотрю? Плюс я CD-плеер На репутере забиваешься Да я вот за плеером пошел все равно после репетиции, они тоже ко мне пойдут Вы сумку-то не оставьте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Здорово, ребят С этой политикой, в лучшем случае, раз в неделю приходит Выборы пройдут и я думаю, может быть, опять начнет активно Но мы не обижаемся Не-не, мы обижаемся, но у нас есть на чем поработать Так или иначе, мы все равно с политикой связаны напрямую Прежде всего Прежде всего Попытка Вот Реализовать дефицит свободы Потому что в нашей стране дефицит свободы То есть сейчас, если мы как бы не выиграем вот этот внутренний джихад за свободу Если не вырастет поколение людей, которые будут считать, что свобода это все Тогда просто можно идти и вешаться Но если мы как бы не будем относиться к жизни Вот именно так Возможно, не найдется такого человека, который придет и скажет Блин, мазафака Давайте уже жить как бы более по-человечески Ребят, на выборы пойдем? Нет, не пойдем То есть мы можем, конечно, пойти, но только никак не можем придумать зачем? Все вокруг не совсем умно поступают, выбирая тех или иных людей Вот, и в очередной раз не совсем умно поступят Я считаю, что вот молодые люди, если бы они были, скажем, более политически активны Вот, скажем так Вот у меня бы были, допустим, вполне приличные шансы добраться до второго По крайней мере, если не выиграть, да? Но проблема заключается в том, что вот существует вот эта вот аполитичность, да? Аполитичность, которая навязана, да? Да, сила ночи, сила дня одинаково Хуйня Принципиально против всех Скажем так, мне не нравятся предложенные кандидаты Да все они одинаковые, потому что Либо против всех, либо за Чернецкого Вот, пожалуйста Ну, я не знаю, остальных просто Ну, то, что называется стагнация, да, которая происходит, как бы вообще в стране То есть когда люди боятся просто попытаться изменить ситуацию Вроде ничего живем пока Вроде я еще живой, значит, ну это нормально Идиотизм вообще То есть как бы люди там покупают, да, себе Когда они старую одежду занашивают, да? Пусть она будет там трижды теплой, трижды хорошей Они все равно покупают себе новую, потому что там появляются некоторые тенденции в моде Ну, просто хочется какого-то разнообразия Здесь такого нет, здесь люди относятся с какой-то опаской, да? Ну, на самом деле, вот это вот абсолютнейшая глупость как бы А у него что, мозгов много? Я вот что-то зомневаюсь Пенсионеры не сделают страну великой Не сделают, просто не сделают Кто такой гирлистник вообще? То есть я даже непонятия не имею, кто это такой То есть не слышал, не видел Политики у нас, получается, такими идеальными людьми Они не какают, они не занимаются сексом Они ничего не делают У них нет служения народу там Вот А как бы вот здесь получается, что как бы, что вот Мы живые люди, мы живые Мы, да, мы занимаемся сексом, да? Мы матом ругаемся, мы водку пьем По сути, та политическая система, которая сложилась у нас в стране Она абсолютно закрыта для молодых людей Прошу прощения ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да Алло, здрасте, Алина Тихнова, можно слышать? Привет Тиша Слушай, ты во вторник что делаешь? А давай после работы встретимся А? Ну как? Мы же договаривались? Ну, я понимаю, да Да Ну, пожалуйста Что такое? Ну, слушай, я одиннадцатого просто улетаю в Москву Вот Поэтому мне вот во вторник нужно обязательно с тобой Пулеметчиком потом уйти после этой работы Повстречаться Проблемы? Нет, нет Ну, давай, целую Поливальщика у меня на рейте после травы Все плохо Все плохо, жизнь кончилась Да? Конечно Непонятно, кто измагал помады, жизнь кончилась Да, ладно Данная ситуация с Игорем Лисником, она характерна тем, что он там является подставной фигурой, насколько я понимаю У нее нет никаких шансов, он продался изначально Фигня вся Сейчас он нужен для того, чтобы оттянуть голоса Он оттягивает голоса, он никуда не проходит, потом отдает голоса Гусеву во втором туре и все Молоток – это кандидат, который регистрируется для того, чтобы мочить конкурентов основного кандидата Мое участие в выборах, понимаешь, это все равно сознательный шаг, да? Действительно, это попытка изменить существующий расклад всех в городе У меня вот есть группа, трем людям негде жить, просто элементарно негде жить, да? Они там снимают квартиры, но они не могут нам себе позволить ее купить У Андрея другая, как ты пишешь, потом расскажешь, как можно назвать город как бы родным Если на самом деле такая вот подростковая проблема, как что тебе здесь, ну на тебя всем наплевать Она остается даже, когда ты вырастаешь Конечно, в Питере тоже ты никому нужен там не будешь, да? Имея потенциал, очень жалко Здесь ты работаешь с КПД, она как паровода Я узнала, как недавно паровода с КПД, бац, претензий Слушай, Игорь, как ты такой популярный человек в Екатеринбурге? У тебя нет девушки почему-то? Как бы, да, как бы, причем здесь, как бы, эта популярность, как бы, то есть, как бы, секс, он периодически происходит, конечно, как бы, все равно, то есть, как бы, это же нормальная часть человеческой жизни, то есть, нужно, разве это, как бы, не может не происходить, как бы Существует такая опасность, да, как бы, в любых отношениях, как бы, когда они превращаются, скажем так, в то, что называется обыденностью, то, что называется, как бы, ровным, спокойным течением И вот у меня в какой-то момент возник реальный страх, что, да, это действительно так и происходит А поскольку, как бы, для меня важны новые впечатления, эмоции, для меня важны какие-то новые переживания, для меня важны какие-то... Ну, и когда, как бы, мы об этом, как бы, заговорили, ну, вот, было, да, принято такое решение, скажем так Я не могу, папа, подстричь, аналос, уйти в монастырь, да, как бы Я, естественно, пытался искать какой-то выход из этой ситуации, как бы, а сейчас я понимаю, что, как бы, у меня, вот, сейчас, как бы, выхода не осталось, как бы, собственно говоря Есть, как бы, последний решительный бой, если, как бы, он не удастся, ну, видимо, мне придется, как бы, у нее, как бы, собирать свою жизнь, а? Да, мы все, да, вот, что и у нее есть своя жизнь, и, как бы, и у меня она, так или иначе, уже начинает каким-то образом изменяться, да? Ну, вот, что делать? Надо же, как бы, жить, надо, жить, надо Все равно, и от этого, как бы, не спрятаться, не скрыться, здесь те желтые, скажите, что надо снимать Мы сейчас на вокзал придем, я чувствую, мы на завод какой-то придем Слушай, а где у нас ювелирное мастерске? Ювелирное? Мне нужно в понедельник там появиться, чтобы они быстро сделали все это практически сзади Свет озарил мою больную душу Нет, твой покой я страстью не... Поцелуй ее от меня Кого? Страшно, алмазо Ты случайно не знаешь, что он себя помагает, алмазо? Залишника еще залишка Почему залишник? А мне его творчество нравится Мы знаем это абсолютно точно, что он подставной кандидат Да ну пофиг, да, значит, рискну как бы своим голосом Но тем не менее, как бы ему хоть по чуть-чуть можно доверять Остальные всего роды На самом деле ему, наверное, нечего делать во власти Я думаю, что у него есть другая жизненная анестезия Пусть лучше дальше будет в хардкорг-группе Молодым симпатичный У меня все это Все равно так или иначе человек живет в обществе, да? Не нужно каким-то образом менять общество И политика, так же как и культура, является возможностью влияния на общество Потому что лесник крутой Просто так человек, которому 23 года не пойдет в политику Если ты хочешь бороться с системой Тебе нужно понять, как она действует, как она устроена Такой сумасшедший Для этого лучше всего какое-то время побыть частью системы Не исключено, что пытаясь побыть частью системы И узнать, как она функционирует Ты в конечном итоге останешься частью системы Это риск Это смешно С другой стороны, ты можешь выяснить, где слабые точки у системы Да, да, я играю сейчас по этим правилам Но я получаю абсолютно бесценный опыт Это человек умный? Я думаю, что ему это нафиг не надо По-моему, он просто сам себя пиарит Когда мы делали группу, да? Ты занимался бы своей группой? Было неинтересно заниматься просто музыкой Потому что, скажем, музыка, она все больше себя изживает А вот мы делали школу Нам было интересно как Фомас Нам было интересно вот это переживание, да? За Игоря Лисника Не как за политика, а как за человека просто За Лисника Перед вами искаляется кандидат мэра города Екатеринбурга Это чиновник, который постоянно брет И у него такой большой нос, как у Пиноккио Этим носом он сосет нашу кровь Давайте он будет сидеть здесь и сосать Диаañбурга Родская аниме ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас ничего другого не остается, сколько того, как ждать. То есть как бы ждать итогов голосования, ждать подведения. Собственно говоря, удалось или нет сломать ту систему, которая существовала в городе в предыдущие 12 лет. Вон там вот выход. Если удалось, опять набьешься? Нет. Так как бы вчера-то это было вызвано двумя причинами прежде всего. Ну, первое, это Тихонова. А второе, что уже все было похрен. После того, как первая причина состоялась. А дайте, пожалуйста, антиполицай. Пакет соков J7. Вот наборка, ребята, в мэр. Алкоголь наш враг, но одновременно брат, друг. Избавитель от всех печалей. 16 часов 7 минут в Екатеринбурге. Новости. Добрый день. Выборы мэра Екатеринбурга можно признать состоявшимися. По данным на 14 часов, участие в голосовании приняло более 22% горожан. Самая большая явка избирателей более 20%, 25% в Кировском районе. Добавлю, что в целом по области явка избирателей по данным на 14 часов составляет 29 рублей 63 копейки, евро стоит 35,90. Элина Тихонова, служба информации Эхо Москвы Екатеринбург, 91,4 ФМ. Иди на радио, 90. Это, конечно, она так. Ты за кого проголосовала, если вы? Ты меня на чём развести хочешь? Расскажи, что у вас есть. Так, вот это вот, no comments, ладно? Почему? Это что, секс в большом городе, сериал. Не стоит, мне кажется, драматизировать всё это. И расписывать, что там он такой несчастный, или я такая несчастная. Потому что всё очень просто. Знаешь, мы сегодня смотрели Сирик, включили нечаянно. Там, знаешь, какой-то сериал про войну, и от мужика, от офицера, ушла жена к другому офицеру. И он говорит, типа, вы такие суки, вы друг друга любите, а я-то как же, как же я? Ну что за эгоизм дурацкий? Тебе не кажется, что это просто дурацкий эгоизм? Если ты понимаешь, что человек тебя не любит, ну, кулы херок не прикапывается. Реанимировать что-то, это последнее дело. Тем более, что я никаких шансов буду иметь. Если ты на встречу с ними попадёшь? Я не хочу. Я не люблю жалость. Поэтому один приходит, начинает стонать. Реально я помочь ничем не могу. Вот это я точно комментировать не буду. Ну, просто не светит. Есть другой человек или нет другого человека? Сапирин, я тебя люблю. Ну, что ж, пойдёмте в какой-нибудь шаг. Сколько стоит такой плакат? Реально очень дорого. Я считаю, что это круто, это песня, это просто песня. Это вот то в политике, как бы, что действительно красиво. Вот понимаешь, это красиво. В первые дни, когда это висело, вот здесь вот стояли пробки просто. По утрам, как бы, когда их, в принципе, не должно быть, потому что людям было жутко интересно. Потому что, ну, это действительно, это вот, да, в некотором смысле это новое слово. За ним я вечер. Давай. Вот бар для избирателей. Прямо сразу. Очередь. Очередь на избирательные участки. Это, наверное, я первый раз в жизни вижу вообще. Ты у вас? Да я кандидат вообще. Кандидат? Про кого? Про лесника. Даже не слышала, что такой человек был оттенен. А ты бы про голосовую? Ну, когда в жизни. Почему? Да вы что? Ну, разве человек такой может командовать таким? Просто смешно. А почему нет? А потому что надо поучиться. Ведь надо идти к молодой мужу. Что я вот то-то, то-то, самый молодой. А кто вас видел? Где вы были? Вот, я он там. Ну, это. Воорвание. 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 Самое главное, что мы отдали свой голос за коммунистическую партию Российской Федерации. То есть ты своим вором нашего города быть не хочешь? Я не то чтобы не хочу. Я думаю, что это настолько нереально. По тем основаниям, о которых я говорил раньше. Что в принципе как вот. Людям до 50 лет политику вход закрыт. Честно говоря, мне бы не хотелось, конечно, чтобы он уезжал отсюда. Почему? Ну не знаю, мне кажется, чисто вот даже, как объяснить. Но я не слышала в последнее время, чтобы из Питера какие-то группы добились чего-то такого. У нас, мне кажется, все-таки больше возможностей с Екатеринбурга выйти. Если они едут из-за того, что там записываются, в студии, вот это вот все, тогда я, может быть, понимаю его. А так бы мне, конечно, хотелось, чтобы он остался здесь все-таки. Хотя для меня было очень удивительно, когда он запел. Я понимаю, одно, слушать музыку, а второе, когда уже он запел. Я долго не верила в это. Детей нужно верить? Ну я как-то, не знаю, я не могу поверить, что они могут добиться чего-то. 23 года это все равно рано. Все равно это, это же не просто, более политика, она ведь не очень чистая у нас. Ну, мне кажется, он просто ищет себя, вот и все. 24 процентов. Стоит отметить, что практически во всех районах города лидирует Аркадий Чернецкий, только в Арджиникидзевском районе избиратели предпочтей Юрия Осинцева. На третьем месте Олег Гусев, у него почти 17 процентов. Столько же голосов отдано против всех кандидатов. Ян Габинский набрал чуть более 6 процентов. Владимир Чернецкий. Кто не знает, кто будет ли там? То, что меня не убьет, сделает меня сильнее. Почему это проигрыш? В политике я считаю, что да, что это откровенные проигрыши, потому что, скажем так, менять мэра нужно было совершенно как бы в плане личной жизни, ну, не пройдет, не пройдет. В каком-то плане урок, все. Вот, мы постепенно склоняемся как бы в сторону Москвы. То есть мне удается убедить людей, что здесь как бы мы сможем добиться большего, чем, скажем, в Питере. Потому что Питер, это все равно, это вещь в себе. Если там стать супергруппой, вот, ну, как бы, есть возможность того, что это так в Питере и останется, то есть чисто питерским явлением. Ну, посмотрим. Все равно, все равно я за Москву обеими руками. Надо постоянно развиваться, надо постоянно что-то делать. Надо не бояться. Пробовать себя в тех даже областях, где тебе кажется, что, ну, ты явный дилетант. Как бы ты хотел, чтобы назывался фильм? Я даже не знаю, на самом деле, мне нужно подумать. Не, мне кажется, что, ну, внутренний G5. Это вот как раз то, что касается, скажем, достаточно жесткого и критичного отношения к себе, но в то же время и совершение каких-то очень радикальных шагов. То есть, в каком-то свое время, например, для меня было создание группы. Люди могут менять мир, не существует понятия «среда заелого». Ты можешь абсолютно все изменить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во имя Алла, милостивого, милосердного, скажи. О, вы неверные! Я не стану поклоняться тому, чему вы поклоняетеся. И вы не поклоняйтесь тому, чему я стану поклоняться. Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетеся. И вы не поклоняйтесь тому, чему я стану поклоняться. И вы не поклоняйтесь тому, чему я стану поклоняться. У вас ваша вера, у меня моя вера. У вас ваша вера, у меня моя вера. У вас ваша вера, у меня моя вера. Неверный Неверные Субтитры подогнал «Симон»